Почему мир на грани экологической катастрофы? Понимаете, друзья мои, когда мы открываем Библию в самом начале и читаем о творении мира, которое, конечно, является тайной, и мы не знаем, как прям именно Господь творил мир за астрономические сутки или миллионы лет, но не суть. Мы там читаем такие слова, Господь посмотрел и говорит, и это хорошо. То, что творит Господь Бог, это хорошо. А вот то, что творим мы с вами, является ли это хорошим? Да, есть замечательное произведение искусства, и мы этому радуемся. Но, к сожалению, мы так быстро забываем свои страшные деяния, в том числе, которые касаются экологии. Вот я хочу людям рассказать, в середине Техьего океана находится большое мусорное пятно. Те, которые знают об этом, они уже поняли, к чему я клоню. А те, которые не знают, откройте Google и посмотрите. Большое мусорное пятно. Это огромная помойка, которая плавает в Тихом океане размером уже с Соединённых Штатов Америки. То есть настолько оно гигантское. Это просто мусор, который люди выбрасывают в море, а благодаря течению оно скопилось в одно место. Кстати, это пятно не единственное. Это большое мусорное пятно, а есть ещё и малое. Так что мы своей безбожной жизнью, мы своей нелюбовью друг к другу, своей нелюбовью к миру, мы мир приводим к такому страшному состоянию, что он по-настоящему стенает, страдает. Кстати, и животные с этого тоже страдают. Будем, друзья мои, ну хотя бы на своём минимальном уровне, на уровне своего подъезда, на уровне дороги от, может быть, дома до школы, следить за тем, чтобы было чисто на улицах. Если вдруг вы видите, что какой-то человек бросил, ну не знаю, какой-нибудь фантик от мороженого на землю, ну даже не обязательно его догонять, просто подойдите и сами поднимите. Даже это малое действие не останется без награды Божьей. Но любить мир можно только тогда, когда ты в нём живёшь. Поэтому желаю всем почаще ходить в лес, в парки, побольше вообще жить реальной жизнью, а поменьше виртуальной. Тогда, когда вы увидите этот живой мир, вы сначала его полюбите, а потом будете следить за чистотой. Продолжение следует...